здравствуйте мои дорогие сегодня мы приготовим на ужин куриное филе у меня здесь 900 грамм нам нужен лук грибочки подсолнечное масло соль перчик все больше ничего не надо перед этим куриное филе нужно отбить но я не отбиваю щас покажу как я делаю порезать квадратиками лук и грибочки первым делом грибочки и лук нужно обжарить сейчас все это на сковороду кладем подсолнечное масло сначала мы кладем грибочки потом лук так пока нас масло разогревается для грибочков я вам покажу как я не отбиваю чтобы не шуметь чтобы это мясо пакетик вовнутрь и вот этой вот где вот выступы такие молоточком и вот так вот делаю она когда растает она хорошо сейчас не надо отбивать его на другую сторону ну хорошо мягких становится она больше стала мягче теперь вот это выкладываем тарелочку вот ну что что она где-то порвалось она будет складываться сюда потом замотаем в общем смотрим дальше так вот немножко выпариваем так видите здесь как бы они у меня замороженные грибочки нужно чтоб немножко выпарилась водичка как только выпарится добавляем лук и пережариваем пережариваем так чуть золотистого цвета начинается вот короче видите слышите оно как похрустывать начало пошумывать эта водичка выпарилась осталось это мясо сюда сейчас добавляем значит лучок я забыла еще сказать что нам нужно грамм 50 60 сыра и это 3 ложки сметаны и ложка майонеза сыр трем смешиваем сметану с подсолнечной ойс это с майонезом и тертый сыр туда и размешиваем это нам пригодится потом дальше будем увидите так вот уже у нас зажарилась теперь солим немножко я пол чайной ложечки и перчим кто любит причем на у кого детки маленькие можно чуть-чуть у меня мужчины они любят все причем и так дальше бывают киноляпа вот у меня получился киноляп один фрагменту что снимала то ли не заснялся короче нет и у нас продолжу немножко постараюсь все-таки его объяснить мы пожарили лук с грибами у нас филе уже готовая мы берем филе кладем на филе выкладываем лук ну пережаренный с грибами и закручиваем и получается эти рулетики кладем противень мне вот противень и мой волшебный коврик многоразовый у них несколько очень мне нравятся они я его напополам сложила вот положилась поклала сюда потому что чтобы не приставала но она так не пристанет и это и вот кружка с водой у меня половина кружечки воды я сюда вылила предварительно готовим до 200 градусов разогретую духовочку вот все это приготовили сейчас вот это накрываем на 40 минут ставим в духовочку вообще надо 50 но почему 40 вы можете сразу на 50 стоит я ставлю на 40 потому что когда 40 минут пройдет мы фольгу открываем и вот то что мы готовили со сметаной с майонезом и сыром мажем сверху и запекаем дальше смотрим вот у нас она запекается при 200 градусов еще ну посмотрим дальше ну вот дорогие мои уже она приготовилась а почти в духовке да я еще хочу сказать все зависит от духовке если она у вас так плохенько подогревает тогда готовьте на 250 градусов потому что я вот на даче готовлю на 250 градусов мне там послабее духовочка здесь не 200 хватает ну вот она постояла 40 минут там выглядит вот так и теперь нам нужно намазать вот этой смесью то что мы делали три ложки сметану 1 ложка майонеза и сыр это чтобы корочка быть кто не любит сыром может просто сметаной может просто майонезом кто как кто как любит или вот с сыром сыр сметана так сейчас помажем и что много сделал чем на такую порцию грамм наверно 20 сыра нужно натереть потому что это многовастенько вот ну ладно что-нибудь другое еще будет так что и теперь уже не накрывая духовка у нас разогретая мы ставим это все на 10 минут но опять таки смотрите чтобы она так немножко как бы зажарилась так как порочкой покрылась вот еще кто любит с чесноком мы с чесноком не дело нужно сюда вот сюда добавить чесночка вот и теперь ставим в духовочку смотрим дальше ну вот мои дорогие вот она уже готова давайте посмотрим поближе зажарились и на гарнир нужно подавать кашку перловую у меня кстати есть очень вкусный рецепт смотрите моих рецептов можно картошечку пюре подавать нужно картошечку зажарить духовочки можно кашу гречневую но это уже на ваше пожелание теперь можно и сверху теплым теплым ковриком такой сшитый оно еще немножечко прогреется как бы воздушная подушка там появится мясо станет мягче ну очень надеюсь вам понравится и очень вкусно будет если кому понравилось ставьте пальчики вверх кому не понравилось но извините подписывайтесь на мой канал чтобы ничего новенького не пропустить задавайте вопросы если что не поняли или предлагайте темки постараюсь для вас раздобыть чего-нибудь интересненько но все пока пока всем всего хорошего